привет всем тут вот такая история ребят это колесо от фатбайка мотор на 350 ватт редукторный задний привод так колесо 24 спицы снимаем от седова ну несколько штук мы передние колесо уже разобрали и спицы использовали вот сюда не хватило чтоб штук 5 наверно не помню вот их тоже разобрал уже некоторые берем несколько отсюда то есть и ставим сюда дополняем диск чтоб не хватило так что мы делаем в итоге секунду сейчас что мы делаем в итоге вот стоит мой электровелосипед вот фэтбайк а вот тот велосипед 24 колесо 24 с четвертым радиусом что мы тут делаем коротко решили собрать электровелосипед на футбайк 26 колеса племяннику уж он очень захотел по прокатившись на моем электровелосипеде он тоже себе захотел собрать ну не такой же но хоть что-то похоже заказали на озон до него раскрывать на озон заказали аккумулятор самый простой дешевый контроллер на 350 ватт 18 ампер 17 до 18 ампер ручку газа мотоцикл этого типа режимы скоростей ну уж многие из вас знают как и что это выглядит те кто знаком с этим мотоцикл этого типа с ключом ключ естественно племянник уже убрал чтоб никто не катался куда зарядное устройство грипса вторая кабель идущий на мотор гаечки-болтики на для мотора вот это самые дешевые комплектации с озон в общем вышла в районе 22 двух тысяч рублей понятно что аккумулятор это такое себе что за фирмы и откуда тут что такое ничего не понятно хотя сейчас секунду я даже его не скрывал час искать спасибо поставлю сюда на сюда честно не скрывал вольтаж будет я решил его собрать на 36 вольт так как ну чтобы не гонял самый простой аккумулятор вот такой маленький тут написано по моему тогда литийный аккумулятор 36 вольт написано 8 ампер часов ну естественно тут 8 ампер нет тут может быть может быть 6 есть так это неизвестно если здесь 6 может почти здесь 4 почему мы его взяли он хочет прям прям собрать очень сильно кататься уже лето все-таки носу конец мая временно этот аккумулятор по приезду в казань я ему соберу хороший аккумулятор ну ампер на 10 хотя бы 36 вольт ему будет хватать здесь по поселку по городу гонять вот такие дела сейчас будем спицевать спицевать мотор-колесо погнали сейчас скажете что ты тут не говорите ничего короче приблизительно должно быть вот так по-настоящему какой все думаете вот как за специально здесь также и мотор должен быть за специалом так как спицы длинные два креста не получается я сделал вот так то есть одна сторона в одну сторону смотрит спицы другая сторона другую ездить будет все нормально будет я так уже даже путешествовал у меня был тогда передний привод мотор и на мотор и также будет этот спицевал также нормально ездил ничего так тем более будет ребенок ездить сколько 40 килограмм весит 45 так что все выдержат ничего не будет доделаем сейчас за спицу им и поедем естественно попозже сейчас надо будет потеть все это убирать яйцо то есть на колесе и восьмерку все это науча сидеть убирать сейчас закручивать стягивать все это надо будет сегодня сделать так что я сделаю красиво установил на место гайки завернул подтянул сейчас будем спицевать то есть надо сделать так чтобы середина обода совпадала с рамой стягивать будем вот тут по идее ничего сложного нет просто неохота блин а куда деваться обещал надо делать прошло примерно пару часов и вот что у нас получилось ребят да такая спицовка это я в спицовку я называю татарской ну потому что длина спиц немножко не совпадала два креста не получилось вот так вот все переделал и вышло все идеально есть вообще там миллиметровые на на биение какой-то но это вообще для футбайка то не почувствуется и такой вопрос почему-то эта сторона спиц прям идеально все на другая сторона немножко спицы вылезли но все идеально ровно получилось не знаю почему так все ровно отлично чуть-чуть какое-то биение есть но это ерунда ставил я вот сюда карандаш привязывал и так вот настраивал затем карандаш потом переставлял вот сюда сверху убирал яйцо то есть яйца не осталось но есть немножко этот восьмерочка но это вообще мало вообще ни о чем так что сейчас делаем берем сейчас болгарочку вот она уже ждет и вот эти концы немножко обрезаем все ребят забыл сейчас племянник скоро через пару часов придется школы уже а нам надо еще приготовить аккумулятор то есть аккумулятор вот такой небольшой сейчас мы его переделаем надо будет переделать штекер то есть зарядный штекер куда бы тебя установить вас установить ребят куда икси 60 на разряд идет это у нас икси 30 на заряд что мы делаем берем зарядная разбираем здесь вот сейчас обрезаем вот так вот зачем затем зачищаем зачистим аккуратненько обязательно нужно поле проверить полярность загорелся зеленый свет и проверяем полярность 42 и 6 вольта показывает красный и есть плюс значит отлично затем проверяем полярность вот здесь вот действительно или красный здесь плюс так 39 и 1 вольт показывает аккумулятор так вот покажу ну надеюсь здесь спаяна все нормально потому что здесь у нас ничего не показывает разряд показывает по нулям понял понял то есть он будет заряжать вот с помощью вот этого штекера вот так вот раз еще и на зарядку этого час обрезаем и соединяем на зарядное устройство красный с красным черный с синим это обрезаем ребят пусть будет тогда возможно куда-то что-то пригодится так зачищаем чтобы конечно нам пригодились термоусадку мы конечно но какой тюрьму садки здесь нету такой будем использовать так черный синим чтобы изолента хорошо приклеилась во время обмотки изоленты старайтесь изоленту немножко растягивать тогда будет отлично все изоленту имею ввиду немножко тяните во время обматывания вот это в этом месте я не люблю когда вот так вот остается слишком тонкое место вот это вот давайте туда пару витков что ли как назвать так будет да с помощью зажигалки уж вы все знаете наверно вот такая штука за получается так и ну что пробуем надеюсь ничего тут не взорвется заряд пошел все теперь занимаемся колесом надо будет надеть покрышку камеру то есть камеру покрышку накачать колесо поставить дропауты что там с дропаутами будем делать там вес то маленький по идее надо не надо ему наверно там шайбы шайба есть с усиками мы их установим сейчас в утреной стороны с внутренней стороны рамы ближе к мотору сейчас покажу покажу и гайками хорошенько стянуть прям со всей дури можно сказать и не должно повернуть но это не точно как просто одеваются современные покрышки на обод велосипеда раньше мы с помощью отверток советское время снимали заправляли покрышку с помощью отверток и за раз в несколько раз мы прокалывали камеру наверное есть вас так есть такие люди среди вас скорее всего а сейчас вот видите все очень просто подкачать сюда конечно компрессор вручным насосом что-то тут вообще точно спотеешь начать придумаем пока батя дома спит а компрессор уже такой подуставший что я сделал со старого велосипеда снял от обычного велосипеда оказывается звезды тоже подходит на подбайк установил также тормозной диск установил нормально здесь вот шайба есть ребята такие мне немножко вот зуб зубчик что ли может сказать что-то не знаю металла ты вообще лечу сейчас их будем устанавливать здесь есть пазы специальные вот сейчас будем устанавливать и колесо на место будем ставить вообще если вы будете ездить попеременно то есть вы родитель допустим собираете сына либо племяннику электровелосипед то желательно стал оставить дарпауты ну так как племянник будет здесь один кататься и тем более здесь будет всего лишь 36 вольт я думаю дарпауты здесь не нужны будут здесь вот такие вот шайбочки ребят я вам уже показывал вот они так все пролазит здесь пазы прям вставляется все четко ровно надо будет там что потом посмотреть возможно надо будет отрегулировать тормоза ну и все так все равно все отлично здесь уже все прорезла идеально сейчас цепь накинем нормальника я просто хотел поставить попробовать посмотреть как будет смотреться то есть расстояние между рамой и мотором как будет вообще отлично ребят вообще идеально замечательно отлично надо будет покрышку спустите заново подкачать потому что тут вообще она ну до конца не села на раму а то есть обод виду тут по полосе есть и смотреть тут вообще внутрь ушло кто дальше полоса вылезла поэтому кажется что что-то тут вообще капец ван это и так уж и серьезно сейчас главное сделать установить то есть колесо на место прикрутить гайки велосипед переворачиваем все отлично возник небольшой вопрос это ладно все тут поставил в ручку вот тут тут есть провод питания такого штекера нету у нас сейчас поедем магазин автомобильный с папой автомагазин и купим какой-нибудь двойной на плюс на минус чтобы аккумулятор был съемный он раз отсоединил и домой занес надо вот так вот сделать а контроль уж будет здесь где-нибудь кататься вот так вот он сделать 90 рублей трехконтактный штекер то есть два плюс-минус и один на замок вот этот контроллер идет это она есть это она есть ребят вот она отлично вообще да забыл сказать пока я тут занимался ребятушки это подсоединяем только потихоньку поставил в курок газа у нас уже показывает аккумулятор заряжен ну отлично отлично сейчас это еще отсюда и ксишку срежем установим этот тот тройной штекер так зарядилась аккумулятор забираем с собой такой маленький вот куга с 3 км больше об почти все но еще не все клеевая трубка написали так и у нас идет замок замок сейчас надо будет разбираться здесь с проводкой это не знаю что это у нас обучение это у нас скорость вот это у нас на курок газа ну его вам придется срезать так аккумулятор выключен выключен срезаем все скажете срезаем что напрямую сделаем штокеров нету шо я могу поделать есть небольшая проблема у нас аккумулятор на 36 вольт а контроллер ребята как вы видите 48 60 64 вольта я думаю что не включается я все подсоединился сделал ничего не включается так что все я подумал но нет благо есть у нас интернет и этот контроллер можно там перемычку припаять сейчас я покажу может даже ролик этот выложу этот парень один об этом рассказывал про этот китайский самый плюшевый дешевый контроллер он там подпаивал проводочек и контроллер может работать даже от двадцать четырех вольт вот надеюсь это конечно опасно но надеюсь здесь бы моя с хорошие в аккумуляторе и она во время отрубит иначе аккумулятору хана просто одна надежда на это либо по вольтажу следить на курке газа то есть если опустится там допустим нас какие там вольт не помните там до 32 примерно да то надо уже все спешится сейчас будем смотреть перепаивать переделать должно заработать капец блин я что-то не предусмотрел это вот когда за в на зоне забирали я что-то не посмотрел посмотрел плюшевый контроль 350 ватт был написан думаю ну ладно думаю они же обычно идут такие контроллеры 36 48 вольт я чуть не посмотрел я здесь увидел 48 только что 60 64 ну капец думаю все будем перепаивать вскрывать и все так просто оказалось разобрали ребят контроллер тут конечно капец я не знаю смотреть чуть такое как будто где-то в сырости лежал сейчас все это зачищу номерос подержать не очень это по нам помогло было есть знаю ничего хотели китайский маленький контроллер самый дешевый весь грязный странно чё-то работает термопасты нету вообще вообще спасибо всем джеки чанам кто это сделал лишь бы не замкнуть подожди гораздо шевелька вот я тут подпаял вот видите вот этот вот желтоватый провод вот взял оттуда вот 5 вольт вывел вот к этому диоду к первому как вам показать бы вот видите этот красный провод провод включение дальше идет диод и вот к нему подал 5 вольт у нас получилось на камерас газоника чуть-чуть все заработала такие дела но ролик тот который я смотрел уже давно сегодня тоже еще раз пересмотрел на всякий случай я его туда прикреплю к своему к своему видео ну и ссылочку на тот канал все ребятушки мы собрали электровелосипед полноценный проверили уже спецовка спецовка самое главное такую спецовкой называют татарская все отлично вышло даже сейчас приподниму зад куртаника все ровно идеально есть чуть-чуть но это вообще не влияет на что все работает отключал и выключая включаем все отлично работает все отключили пока что приколхозили такую сумку на очень докупить и на аккумулятор надо учить какую сумку что ли такую ну это так временно потом я буду собирать этот хороший аккумулятор пока уж так 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 покатается с таким аккумулятором общая сумма вышла на все про все то есть мотор контроллер аккумулятор ручки газа сколько 21000 а ты еще сидишь дома блин и говоришь ой дорога дорого что-то за один день что собрали ну шло все вот по отдельности ручки газа там зарядки там и так далее ну где-то в течение недели что-то придет допустим сегодня что-то через три дня и так далее с озона все заказывали самое простое самое дешевое до мотор 9000 до мотор что 9000 на для фэтбайка доставка с россии аккумулятор контроллер контроллер простой контроллер немножко переделал вы сами все деле и все заработало все отлично домой на этом все на свете а